Какая структура сегодняшней секции? 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 Происходит реактивация противоопухолево-иммунного ответа, она способствует снижению аутотолерантности вне опухоли и как следствие мы встречаемся с атакой вероятной иммунной системой здоровых органов и тканей. При детальном изучении механизмов развития иммуноопосредованных нежелательных реакций можно выделить ряд превалирующих механизмов, на которые стоит обращать внимание. Первый механизм связан с индукцией перекрестной резистентности, реактивности, связанной с тем, что Т-клетки активируются к антигенам опухолевых клеток, которые совпадают с антигенами нормальных тканей. Мы также сталкиваемся с механизмом увеличения уровня предсуществующих аутоантител, с ростом уровня провоспалительных цитокинов, с увеличением комплимента посредованного воспаления вследствие прямого связывания антител против CTL4, которые также экспрессируются на нормальных тканях. Коллеги, не стоит забывать о влиянии генетической предрасположенности вирусов, микробиоты и антител зависимой цитотоксичности. Особенности иммуно-опосредованных нежелательных явлений на сегодняшний момент объединяются рядом характерологических особенностей. Это системный характер побочных эффектов, клиническая картина, время начала осложнений, скорость развития вовлеченных различных органов и исход иммуно-опосредованных нежелательных явлений могут быть крайне-крайне вариабельными. Более благоприятный профиль безопасности действительно присущ данной группе препаратов с точки зрения степени тяжести, если мы будем сравнивать с таргетной терапией, химиотерапией. Иммуно-опосредованные нежелательные явления могут возникать в любое время в течение терапии, способны сохраняться долгий промежуток времени после прекращения лечения. Именно поэтому очень важно раннее распознавание, детекция и начало терапии, которые снижают риск жизнеугрожающей токсичности. Нам очень важно исключать альтернативные причины нежелательных явлений, обусловленных прогрессированием опухоли, вернее маскирующихся прогрессированием опухоли, дебютом, манифестом воспалительных заболеваний, декомпенсацией сопутствующей патологии. Важно помнить о том, что при клинически значимой токсичности, начиная с третьей степени, и более около трети пациентов нуждаются в госпитализации, в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, поскольку именно начиная с этой степени токсичности, значимым образом возрастает риск фатальных осложнений. Коллеги, в рутинной практике мы часто себе задаем два вопроса. Почему некоторые иммуно-опосредованные нежелательные явления либо разрешаются, а некоторые не разрешаются? Отвечая на второй вопрос, почему иммуно-опосредованные нежелательные явления не разрешаются, мы сталкиваемся с двумя сценариями. Первый сценарий – выгорание, второй сценарий – тлеющего воспаления. Выгорание – это необратимое повреждение клеток, препятствующих физиологическому восстановлению. Очень ярким примером являются эндокринопатии. Ведь гормон, продуцирующий клетки, безвозвратно повреждаются, удаляются в результате воспалительного процесса, замещаются фиброзной тканей. И, кроме того, в ряде работ было показано, что отсутствовало восстановление даже при раннем использовании высоких доз системной глюкокортикостероидной терапии. Посему мы очень часто видим, что эндокринопатии носят необратимый характер, они требуют использования изогенной заместительной гормональной терапии, что в принципе не является препятствием для продолжения иммунотерапевтических подходов. Чуть реже мы сталкиваемся в этом контексте сценария выгорания с ксеростомиями и с нейропатиями. Чуть более благоприятная ситуация в виде тлеющего воспаления, которое напоминает классический аутоиммунный процесс с персистирующим подострым и хроническим воспалением. Чаще всего представлено артритом, миалгими, миозитами. Хроническая форма иммуноопосредованных нежелательных явлений не имеет четкого определения в литературных источниках. Однако в ряде работ вы можете столкнуться со следующей формулировкой. Хроническая форма иммуноопосредованного нежелательного явления представляет собой персистирование в течение как минимум 12, а может быть даже и более недель после прекращения терапии. И чаще всего именно такой вариант течения и реализации иммуноопосредованных нежелательных явлений характерен для эндокринопатии, артритов, ксеростамин, эротоксичности, офтальмологических явлений. В то же время очень редко можно столкнуться с ситуацией, при которых хроническое поражение будет присуще повреждению внутренних органов. Все-таки поражение внутренних органов – это гастриты, гастроинтестинальные формы, колиты – сопряжены с меньшим риском перехода в хронические вариации течения заболевания. О чем важно помнить? Профиль безопасности препаратов различных групп ингибиторов иммуно-контрольных точек существенно отличается по частоте, и мы это видим в реальной клинической практике, но ни в коем случае не по перечню вызываемых иммуноопосредованных нежелательных явлений. Обратите внимание, ни для кого не секрет, что анти-ССЛ-4 представители ассоциированы с более высоким процентом токсичности, в том числе токсичности 3, 4 и 5 степеней. Кинетика развития иммуноопосредованных нежелательных явлений – это тоже фактор значимый, который позволяет нам в какой-то степени обсуждать различия между разными представителями чекпоинт-ингибиторов. При лечении ингибиторами PD-1 осложнения развиваются чуть позже, чем при использовании анти-ССЛ-4 агентов. Комбо-терапия способствует развитию, более раннему развитию иммуноопосредованных нежелательных явлений, нежели монотерапия. И также стоит отметить, что различные иммуноопосредованные нежелательные явления развиваются либо одновременно, либо последовательно, либо имеют персистирующий характер. Коллеги, вот тот массив информации, который сейчас мы имеем и перерабатываем, работая в рутинной практике со своими пациентами, позволяет нам универсализировать подходы, касающиеся алгоритма действий для снижения риска развития осложнений. Первое, на чем строится наша работа в этом аспекте, это адекватное проведение профилактических мероприятий. Это мониторинговые мероприятия, незамедлительная диагностика в том случае, если во время мониторинга мы поймали какой-то патологический сигнал. Затем мы проводим с вами клинический, лабораторный и дифференциальный диагноз. Ведь по факту иммуноопосредование нежелательное явление – это ситуация исключения. Первое, мы должны исключить прогрессирование заболевания. Второе, мы должны исключить докомпенсацию сопутствующей патологии, которая может формально маскировать иммуноопосредование нежелательное явление. И мы должны исключить дебют какого-то воспалительного или инфекционного заболевания. В том случае, если мы подтвердили финально иммуноопосредование нежелательное явление, мы оцениваем степень выраженности, приступаем к лечебным мероприятиям, не забывая о том, что мы работаем в рамках мультидисциплинарной команды и должны обязательно привлекать ассоциированных специалистов. И вот позвольте, я, может быть, очень примитивные такие фундаментальные вещи буду озвучивать, тем не менее, что касается профилактики, очень важно определиться с факторами риска пациента. Это наличие аутоиммунных заболеваний, это возраст, клиренс креатинина менее или равный 30 мл в минуту, мы более прицельно смотрим за этими пациентами, это уровень билирубина. Очень важно обучить пациента сигнальным симптомам, которые здесь перечислены на слайде, диарея, слизь, кровь, калия, а не менее при пухлости, ряд неспецифических симптомов, которые ассоциированы с поражением нервной системы. Очень важно правильно информировать врача и мотивировать его на постоянное ознакомление с обновляющимися базами данных и клинических рекомендаций. Есть ряд отдельных рекомендаций для пациентов, которые касаются важности предоставления карточки памятки с просьбой носить ее с собой, в которой указан тип иммунотерапии, возможные иммуноопосредованные нежелательные явления, необязательно контактные данные того центра, в котором пациент получает лечение. Пациенты репродуктивного возраста должны быть проинформированы о том, что необходимо использовать эффективные методы контрацепции, кормление грудью противопоказано во время терапии, в течение как минимум пяти месяцев после получения последней дозы иммунотерапевтического агента. Очень важно информирование пациентам врача о назначении применения любых новых препаратов, вакцин, иммунизации, предложении принять участие в клинических исследованиях. И во время иммунотерапии, кстати, этот вопрос очень часто задают пациенты, разрешено применение инактивированных вакцин. Коллеги, на данном слайде вы видите диагностические и иные мероприятия до начала терапии. Я не буду утомлять ваше внимание и детально фокусироваться на том, что перечислено, но тем не менее хочется акцентировать ваше внимание на важности следующих позиций. При распространенных грибковых и паразитарных кожных патологиях очень важно проводить лечение до начала иммунотерапии. При наличии обоснованных подозрений или факторов риска поражения отдельных органов и систем рекомендуется расширять перечень оцениваемых лабораторных показателей, привлекать соответствующих специалистов. Ну а в основе базисного подхода лежит, конечно же, сбор жалоб, и сбор информации о сопутствующей терапии, физикальное обследование, и, в принципе, все те аспекты, которые регламентированы действующими клиническими практическими рекомендациями. Диагностические мероприятия до начала терапии весьма формализированы. Вы их также можете увидеть в различных вариациях отечественных и зарубежных клинических практических рекомендаций. На чем хочу остановиться. Помимо анамнеза, аутоиммунных заболеваний, аллергической предрасположенности, мы должны учитывать фактор ЭКОК, курительный анамнез, индекс массы тела, наличие саркопении, низкой мышечной массы тела и наличие отягощенного коморбидного статуса, наличие сопутствующих патологий, которые могут в самый неподходящий момент маскировать реализацию иммунопосредованных нежелательных явлений. Все это должно приниматься во внимание. Что касается обследования в процессе иммунотерапии, здесь также обозначен ряд формальных позиций, которые, на мой взгляд, прекрасно и структурно изложены в действующих рекомендациях, о чем важно помнить. Обследование пациентов с уже развившимися иммуноопосредованными нежелательными явлениями. Частота обследования и интенсивность наблюдения за этой когортой пациентов определяется первой тяжестью, эффективностью терапии. И здесь, конечно, мы соблюдаем существующие стандарты регламента обследования согласно рекомендациям и инструкциям по медицинскому применению к тому или иному чек-поинт-ингибитору. Еще один важный аспект. После окончания иммунотерапии, мониторинг за пациентом, с целью оценки возможных отсроченных иммуноопосредованных нежелательных явлений, проводится не менее трех месяцев с использованием графика, который сопоставим, аналогичен графику во время получения данной терапии. Безусловно, мы принимаем во внимание в рутинной клинической практике всевозможные брошюры и разные вариации клинических рекомендаций различных авторитетных международных онкологических сообществ. В Российской Федерации опорными документами для рутинной практики для нас являются клинические рекомендации по управлению иммуноопосредованными нежелательными явлениями, это практические рекомендации по управлению за данными побочными эффектами и также протоколы клинических рекомендаций, поддерживающие терапию в онкологии. Но, коллеги, что объединяет рекомендации практически всех профессиональных сообществ? Они, конечно же, базируются на очень схожих таких подходах лечения аутоиммунных болезней и осложнений, которые возникают при трансплантации органов, но, увы, выстроены на эмпирическом принципе, поскольку на сегодняшний момент не существует рандомизированных исследований, которые бы позволили служить такой опорной фундаментальной базой для изложения информации в рекомендациях. Тем не менее, несмотря на проблемы гармонизации большого количества исследований и протоколов, а также клинических рекомендаций, очень четко алгоритмизирована коррекция, схема коррекции иммуноопосредованных нежелательных явлений. Обратите внимание, независимо от того, с какой степенью иммуноопосредованного нежелательного явления мы столкнулись, пациент, даже стартово имея первую степень нежелательного явления, должен получать симптоматическую терапию. Она проводится, еще раз повторю, при всех степенях реализации иммуноопосредованных нежелательных явлений. Начиная со второй степени мы приостанавливаем терапию, подключаем системные глюкокортокостероиды перорально. В том случае, если на протяжении 72 часов мы не видим реализацию терапевтического потенциала этой группы препаратов, мы можем первой либо эскалировать дозу, либо перевести пациента уже на эскалированную дозу, но в реакции внутривенного введения этой группы препаратов. И повторно, если мы не видим терапевтический эффект от эскалации и перевода на внутривенные формы системных глюкокортокостероидов, мы вправе рассмотреть вопрос о второй линии иммуносупрессивной терапии. Обратите внимание, все эти этапы реализуются в рамках госпитализации в круглосуточном стационаре. Что касается принципов терапии, они носят ступенчатый характер. Начальная ступень выбирается исходя из тяжести, развившегося иммуно-опосредованного нежелательного явления. Переход на более высокие ступени осуществляется при неэффективности проводимой терапии. Обратите внимание, это имеет значение не только для показаний к увеличению ступени, но и для выбора препаратов, для симптоматической терапии и использования потенциала иммуносупрессивных средств. Коллеги, далее последуют три слайда. Я бы все-таки хотела их представить и остановиться на каждой обозначенной позиции. При развитии иммуно-опосредованных нежелательных явлений на фоне комбинированной терапии возможен переход на монотерапию PD-1-ангибитором, и мы действительно это используем в своей ежедневной практике. При проведении комбинированной иммуно-терапии, в том случае, если мы столкнулись с третьей-четвертой степенью иммуно-опосредованных нежелательных явлений, допустим отмена анти-СЛ-4-агента с последующим переходом на монотерапию анти-ПД-1-агентом. При развитии инфузионных реакций допустима замена и рекомендована замена препарата на другой препарат того же класса. При перерыве в лечении из-за иммуно-опосредованных нежелательных явлений возобновление терапии возможно только после купирования до первой степени. Допустим перерыв проведения иммуно-терапии до трех месяцев. При более длительном терапии, наверное, прошу прощения, при более длительном перерыве лечение следует полностью прекратить. Ну и, конечно же, не стоит назначать с профилактической целью применения глюкокортикостероидных препаратов, с целью предупреждения иммуно-опосредованных нежелательных явлений. Очень важно учитывать отдельные рекомендации по введению редких и более часто встречающихся специфичных иммуно-опосредованных нежелательных явлений. И несколько слов хочу сказать о глюкокортикостероидной терапии. Мы можем использовать любые глюкокортикостероиды в эквивалентных дозах, у нас есть таблица расчета, определенные коэффициенты, с помощью которых мы можем рассчитать эквивалентные дозы, перерассчитать на преднизолон. Длительность глюкокортикостероидной терапии должна быть не менее одного месяца. Очень важный принцип. Мы быстро стартуем, достигая большую дозу, но медленно уходим с этой терапии. При применении глюкокортикостероидов необходимо использовать противоязвенную терапию препараты калия, исходя из механизма действия данной группы препаратов. Очень важная информация, коллеги, старайтесь назначать глюкокортикостероиды согласно циркадным ритмам. И если в практических рекомендациях вы увидите такую формулировку, что дробление дозы должно происходить из расчета 40-50% утром, 30-40 днем, 20 вечером, но вечером не позднее 17.00. Но если вы заглянете в рекомендации РАСК, вот здесь будет небольшой диссонанс, поскольку специалисты данных рекомендации советуют разделять дозы 2 третих в 6-8 утра в этот утренний интервал и 1 треть не позднее 12-13.00. При длительном применении глюкокортикостероидов в высоких дозах или других иммуносупрессивных препаратов важно помнить о профилактике инфекции антибиотиками широкого спектра действия, антимикотиками и даже антигиперпетическими препаратами. Ну и, конечно же, длительная гормонотерапия может приводить к появлению нежелательных гидрогенных заболеваний, которые связаны с манифестацией либо сахарного диабета, либо с медикаментозным стероидным диабетом, поэтому, конечно же, требуется сопровождение и возможность коммуникации с эндокринологами, доступ к гипогликемической терапии. Принципы терапии, снижение дозы и можем ли мы возобновить ингибиторы иммуноконтрольных точек. При возникновении рецидивов иммуноопосредованных нежелательных явлений или признаков надпочечниковой недостаточности необходимо пользоваться медленным вариантом снижения дозы. Да, наши действующие рекомендации допускают в отдельных ситуациях быстрый формат снижения дозы, но, тем не менее, в рутинной практике всё-таки мы придерживаемся позиции медленного снижения дозы. Здесь, возможно, две вариации. Это 10 мг один раз в неделю, либо постепенно плавно, например, по 2,5 мг один раз в два дня по преднизолону. При возобновлении иммунотерапии на фоне лечения системной глюкокортикостероидной терапии доза последних к моменту начала лечения должна составлять не более 10 мг в сутки преднизолона. Это действительно прописано практически во всех инструкциях по применению, во всяком случае, для всех зарегистрированных иммунотерапевтических препаратов на территории Российской Федерации. Увеличение скорости, снижение дозы глюкокортикостероидной терапии для более быстрого начала иммунотерапевтических препаратов недопустимо. О чём важно помнить? Топические стероиды высокой интенсивности более предпочтительно на короткий срок, чем среднеинтенсивный, но на более длительный срок. При неврологических, кардиологических осложнениях целесообразна инициация более высокими дозами глюкокортикостероидной терапии. При эндокринологических осложнениях мы не используем с вами кортикостероиды, а сразу переходим к заместительной гормонотерапии. И в случае гипотириоза мы также праве продолжать иммунотерапевтическое лечение. Ещё один интересный аспект работы с данной группой препаратов – это мониторинг нежелательных явлений при использовании комбинации иммунотерапевтических агентов с препаратами, например, ингибиторами теразинкиназных рецепторов. Мы знаем, что при комбинированном применении данных препаратов есть, и мы сталкиваемся с пересекающимися нежелательными явлениями. Они могут быть следствием как приёма ингибиторов теразинкиназ, так и ингибиторов иммуноконтрольных точек. Мы приостанавливаем приём ингибиторов теразинкиназ. Это первый шаг по управлению нежелательными явлениями, и в том случае, если отсутствует клиническое улучшение, нежелательное явление может быть рассмотрено как иммуноопосредованное. И несколько слов в завершении своего доклада. Хочу сказать об иммуносупрессивной терапии. В том случае, если мы не получаем терапевтический эффект от эскалированной дозы глюкокортикостероидов, от вредной доставки данной группы препаратов, мы инициируем вопрос о применении инфлексимаба, о чем важно помнить. Противопоказанием для введения инфлексимаба являются сепсис, абсцессы, туберкулез, оппортунистические инфекции, сердечная недостаточность. И мы помним, что данный препарат обладает гепатотоксичностью, и он не является препаратом выбора при возникновении иммуноопосредованной гепатотоксичности. Также применяются такие препараты, как микофенолат, эмоторингибитор, эферентные методы плазмоферезглобулина, но в основном это касается иммуноопосредованной нейротоксичности. Коллеги, длительность терапии, новые механизмы действия иммунотерапевтические, системный характер лечения приводят и формируют к агорту пациентов, у которых реализовались иммуноопосредованно нежелательные явления. Эти пациенты нуждаются в очень тщательно мониторинге функциональных показателей, в анализе факторов риска, в поиске предикторов, маркеров развития побочных эффектов. Конечно, это все в потенциале, в совокупности позволит повысить эффективность иммунотерапевтического лечения этих пациентов. И при развитии тяжелых и опасных для жизни иммуноопосредованных нежелательных явлений терапия чекпоинт-ингибиторами должна быть прекращена. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ